Под Станицкий воплощает лучшие мужские качества, ум и отвагу. Такие люди наверняка есть и сейчас среди тех, кто служит на Северном флоте. Есть в гарнизонах области и смелые женщины, представительницы женсоветов. В Полярном девушки встретились с представителями региональной власти и задали интересующие вопросы. У жительницы Полярного Веры Началовой муж военнослужащий. Почти год назад их семья стала многодетной. К двум сыновьям на радость мамы и папы прибавилась и дочка. Хлопот с такой большой семьей немало, однако Вера не из тех, кто готов погрязнуть в быте с головой. Вместе с такими же активными и небезразличными девушками она организовала несколько групп в социальных сетях, в том числе для помощи родителям с особенными детьми. Один мелочь, другой мелочь и все, вместе мы сделали какое-то хорошее вместе доброе дело. И когда мамы потом пишут со слезами на глазах о том, что вы не представляете, как это важно, как это ценно, то, наверное, вот ради этого стоит все это делать. Ради этого все из-за того. Вера также входит в состав одного из женсоветов гарнизона. И если изначально организации занимались в основном событиями светскими, торжественными собраниями в честь праздничных дат или по случаю возвращения мужа из дальних походов, то со временем девушки начали вникать и в другие сферы гарнизонной жизни. И начались более глобальные вопросы, проблемы города, то есть стали интересовать вопросы, а как я могу лично повлиять на судьбу, на жизнь в нашем городе, чего можно добиться. Самым активным девушкам женсоветов Полярного по инициативе командования флота и Мурманской областной думы вручили благодарственные письма. Активистки смогли также задать вопросы относительно развития сферы здравоохранения в закрытых городах заслуженному врачу России Татьяне Кусайко и относительно социальной сферы депутату облдумы Владимиру Миченко.